И вся нищета Запада современного в том, что он не знает, что предложить. А все величие Украины, как я считаю... Вот так вот, друзья, вся нищета Запада и величие Украины. Вечерний психопанорамный Арестович, его можно посмотреть на моем телеграм-канале. Не пожалейте, недаром, недаром Колумбия присоединилась к поставкам в Украину, как вы знаете, к тем 40 странам, которые уже тоже поставляют что-то в Украину. И после этих поставок заявления все веселее и веселее. Ну, короче, с таким измененным состоянием сознания. Лететь на Марс и говорю, идите со мной, кто хочет. Водки с фронтов Украины не только 1 июня, а 20.00. Ну, а теперь вроде бы как по темам серьезным, хотя от них тоже как-то веет некими поставками. В частности, Блинкен заявил, что Украина заверила, что те самые системы РСЗО, которые все-таки будут, наверное, поставляться в Украину, не будут задействованы в случае чего по территории России, то есть по дальнобойности, они не будут задействовать, потому что Украина пообещала в лице, наверное, Зеленского, Арестовича. Ну, вспомним, как Зеленский обещал исполнить обещания своим избирателям или же Минские соглашения. Ну, как говорится, видите, верят ему люди. Ну и думаю, что в случае непредвиденного какого-то развития событий, какие могут последовать ответки. Я думаю, тоже многие все прекрасно понимают. Кстати, по херсонскому направлению как-то тоже бравадное заявление Арестовича опровергает ряд видеообращений бойцов ВСУ, которые рассказывают, что там не так все, как радужно рисует Арестович. Тоже можно посмотреть на моем телеграм-канале. А вот Генштаб ВСУ сообщает о том, что есть некий успех по северодонецкому направлению. А местные сообщают, что в Святогорске уже слышно канонада. Но также движение фронта идет в сторону Славянска, Краматорска. Хотя, опять же, Генштаб ВСУ заявляет, что все прекрасно, оборона держится, но границы, как вы видите, этой обороны постепенно как-то маневрируют. Вот. Кое-где по этим направлениям даже эвакуационные действия по отношению к ВСУ также были произведены. Ну и продолжая психопанорамные новости, хочу отметить, что та самая Овсянникова, которая, помните, выбежала там с плакатом, вынесена на миротворец. И как вы знаете, как вы думаете, за что? За то, что, оказывается, она содействовала, чтобы с России сняли санкции. И поэтому ее внесли на миротворец. За то, что она ездит, там пытается выступать, ее приглашают. Психопанорамные патриоты с миротворца посчитали, что это все прикрытие. На самом деле она занимается процессом снятия санкций с России. Тут еще Шольца опять заподозрили в подыгрывании Кремлю. Хотя Шольц выступил, что он готов отправить противоракетные какие-то комплексы, противовоздушные комплексы. Но потом, через время, потому что в индустрии это нету, а надо, чтобы это произвели. Но Шольца все равно обвиняют опять же колбасными различными обзывательствами. И с Италии сообщают, что ряд крупных европейских стран, намекая опять же, наверное, на Шольца, на Макрона, препятствуют получению кандидатства в ЕС для Украины. Тут еще Эрдоган опять зартачился, что не будет ни при каких обстоятельствах присоединяться к санкциям. Начинает антитуристическую операцию в Сирии, но не угрожающую государственному суверитету в Сирии. Ну а также, опять же, предъявил Швеции и Финляндии, а также еще ряду стран, которые поддерживают, как по его мнению, ряд опасных организаций. Но также, продолжая психопанорамные новости, Елена Зеленская рассказала, что оказывается, даже их дети советуют Зеленскому, как вести военное дело. Ну и самое удивительное, что бы ни рассказывал Зеленский и Арестович, количество средств на их счетах постоянно увеличивается. Видимо, эта психопанорама западных партнеров устраивает на сегодняшний день. Хотя Блинкен заявляет, что боевые действия могут продлиться еще многие месяцы. Продолжение следует...